Привет, друзья! Я всё думал, о чём сегодня с вами побеседовать. Посмотрел в окно и мелькнула мысль об осени, об осени необыкновенной, эдаким, знаете, затяжным бабьим летом, который подарила нам природа и погода в этом году. Недолго раздумывая, я решил сделать монтаж фильма из короткометражных съёмок, которые у меня уже были. Ну и вот то самое окно, которое подарило мне эту идею. Как видите, золотая осень, тёплая погода в Подмосковье, плюс 18 градусов по Цельсию. Я точно помню, что такой тёплой погоды в Подмосковье именно в это время никогда не было. Дело в том, что я родился 19 октября. Это мой день варенья. И всегда на улице были лужи, покрытые тонким слоем льда. Замёрзшая земля. И я радовался тому, что не было грязи, когда шёл я по дороге в школу. Этот фильм был снят 19 октября 2019 года. Видите, 19 и 19. А где ещё 19? Что происходило 19 октября в разные времена? Ну, мне хорошо известно, что в этот день Наполеон Бонапарт покинул пределы Москвы и отправился, как говорят, в Освояси, в свой Париж. Но Москва всё-таки была сожжена. Да и Бородино. Бородинское сражение вошло в историю нашего Отечества, потому что тысячи убиенных русских и французов. Война – это величайшая трагедия. И так было во все времена. И я помню, как, копая картошку с родителями на участке в нашем саду, а это было место совсем рядом со старой Смоленской дорогой, сейчас это Можайское шоссе, и я нашёл монету. Как раз времён начала 19 века с двуглавым орлом. И когда я её очистил от зелени, дата на этой монете подсказала мне, что здесь по старой Смоленской дороге передвигались наши войска. Всё это целиком захватило моё воображение, и с того момента я полюбил историю, и до сих пор я и увлекаюсь. Наш сад, который я помню с детства, был небольшой, а тот, который мы с супругой посадили 20 лет назад, очень напоминает моё детство. Вот две берёзы, и там они были такие же. Очевидно, что был некий символ моих родителей, А сейчас это наш символ, напоминает о том, что мы были, мы жили здесь, мы здесь украшали наш сад, как могли, словом, трудились. За 20 лет ель стала огромных размеров, и если под Новый год мы её украшали даже игрушками, то теперь и гирлянд не хватает. Так, поставлю лестницу, кину пару-тройку гирлянд, чтобы в то же окно посмотреть и полюбоваться картинами новогоднего праздника. Самая трудовая пора для работы – это начало весны и практически всё лето. Да что и говорить, и осенью дел по горло хватает. Жена занимается цветами, и даже сейчас, в это время, некоторые цветы продолжают радовать нас своим парадом. У меня тоже дел хватает. В хозяйстве всегда где-то что-то расклеилось, отклеилось, развалилось, что-то надо прибить, забить, выкопать, подкопать и так далее. Так что давайте смотреть вот эту видеозарисовку, а я прикоснусь к творчеству Александра Сергеевича Пушкина и осмелюсь почитать его стихи. И, разумеется, своё любимое стихотворение – это 19 октября 1825 года. Признаюсь честно, я его всё наизусть не знаю, потому что оно довольно большое. Я помню начало и конец. Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз, увянувшее поле. Проглянет день, как будто по неволе, И скроется за край окружных гор. Пылай камин в моей пустынной келье, А ты, вино, осенний стужи, друг, Пролей мне в грудь от радных похмелья Минутное забвенье горьких мук. Печален я, со мною друга нет, С кем долгою запил бы я разлуку. Кому бы мог пожать от сердца руку И пожелать весёлых много лет? Я пью один, Вообще воображение вокруг меня Товарищей зовёт, Знакомое не слышно приближение, И милого душа моя не ждёт. Ну вот, где-то так. И я очень даже хорошо запомнил Последние куплеты. Почему? Потому что Вот они как-то близки моей душе. Вот послушайте. Пируйте же, пока ещё мы тут. Увы, наш круг час от часу редеет, Кто в гробе спит, Кто дальный сиротеет. Невидимо склоняясь и хладея, Мы близимся к началу своему. Кому ж из нас под старость день лицея Торжествовать придётся Одному. Несчастный друг. Представьте, он пишет, Несчастный друг, Тот, кто дольше всех проживёт. Несчастный друг Средь новых поколений Да кучный гость И лишний, и чужой. Он вспомнит нас И дни соединений, Закрыв глаза Дрожащую рукой. Пускай же он с отрадой, Хоть печальной, Тогда сей день за чашей проведёт, Как ныне я Затворник ваш опальный. Его провёл Без горя И забот. Я специально даю ссылку На эти стихи под этим видео. А вдруг вы захотите Полностью прочитать эти стихи? Потому что вот Лично мне Они очень близки. Вы спросите, А почему именно 19 октября? Ну, дело в том, Что это был день Окончания царско-сельского лицея, И все друзья Пушкина, Выпускники, Решили Каждый год 19 октября Собираться вместе И отмечать эту дату. Об этом вы также можете Подробно почитать По ссылке, Которую я даю Под этим видео. Ну что ж, друзья, На этом разрешите откланяться. Надеюсь, Вы понимаете, Что этот выпуск Относится К блоку плейлисту О всяком разном. И с таким материалом Я к вам выхожу Обычно по вторникам. А с песнями, С музыкой Я встречаюсь с вами По пятницам. И так каждую неделю. Я желаю вам Всего хорошего. Не забывайте Подписываться на мой канал. Здесь для вас будут Всегда новости Самые разные. И моя музыка В аранжировках И в авторском исполнении. Пока, друзья. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok